Добрый день. Добрый день. Мы также следим за тем, как обсуждают нашу программу в социальных сетях. Вот на этом самом экране коммуникационной платформе SNWall вы будете видеть, как пользователи реагируют на наш эфир в данную конкретную минуту. За дни предшествующие линии и за это утро в Одноклассниках, ВКонтакте, Фейсбуке и Инстаграме с хэштегом о прямой линии уже опубликовано более 320, уже почти 340 тысяч сообщений. Среди хэштегов, конечно, самый популярный прямая линия, но пишут и с такими, как вопрос Путину, линия Путина, смотрим Путина. Мы в течение эфира тоже будем активно следить за тем, как пользователи реагируют на нашу программу. Владимир Владимирович, мы уже больше трех недель живем с новым правительством. Кстати, его состав изначально был предметом таких дискуссий, споров и до сих пор не утихает. Начиная с кандидатуры премьеры и заканчивая старыми и новыми министрами. Одни говорят, стабильность и опыт – это как раз его конкурентные преимущества. Другие говорят, это не то правительство, которое способно сделать прорыв, о котором вы говорили в своем послании. Вы что считаете? Я вижу эти дискуссии и, собственно, не сомневался, что они возникнут. И хорошо, что у нас почти по каждому вопросы по любым административным решениям, по решениям в сфере экономики, социальной области возникают дискуссии. Это правильно. Моя точка зрения заключается в следующем. И я думаю, что многие со мной согласятся. Ведь понимаете, в чем дело? Дело в том, что вот тот план развития, о необходимости реализации которого мы говорим на протяжении последних лет, он готовился прежним составом правительства на протяжении последних минимум полутора лет. Я прекрасно знаю, что если бы мы сто процентов зачистили все проект, грамотно, хорошо подготовлено, минимум два года потребовалось бы на то, чтобы сформулировать или уже имеющиеся задачи, либо новые. Мы потеряли бы минимум два года. У нас нет этих двух лет. Поэтому и было принято мною решение, что правительство должно быть обновлено, значительно обновлено за счет свежих людей, если уж позволите мне применить такой термин, но хорошо подготовленных и зарекомендовавших себя на больших ответственных участках работы. Но и необходимо было оставить тех, кто готовил решения для прорывного развития нашей страны, для того, чтобы персонифицировать ответственность за то, что было сделано до сих пор, и то, что намечается в ближайшее время. Я думаю, что у нас оптимальный состав правительства на сегодняшний день. Такое ощущение, что Россия виновата буквально во всем. Санкции стали основным способом разговора с нами. Как быть, когда твои аргументы даже не пытаются услышать, и главное, появляется чувство, что эти аргументы не будут услышаны вообще никогда? Вот я смотрю то, что возникает у нас слева и справа. Один из вопросов, который пришел на эти интерактивные доски, это обвинение в адрес России бесконечно. И как долго это будет продолжаться? Это то же самое, что вы сейчас спросите. Ну, что можно сказать? Неоднократно уже высказывался на этот счет, могу только повторить. Это такой, видите ли, способ сдерживания России. Так же, как и пресловутые санкции. Потому что они, вот эти бесконечные обвинения, они как бы создают базу для применения мер, сдерживающих, как думают те, кто прибегают к таким средствам, работа с Россией, сдерживания развития России. Потому что, почему это делается? Потому что видят в России угрозу, видят, что Россия становится для них конкурентом. Не представляется, что это очень ошибочная политика. Потому что нужно не сдерживать кого бы ни было, в том числе и Россию, а наладить конструктивное взаимодействие. И тогда общий эффект для мировой экономики будет исключительно позитивным. Причем для подавляющего большинства участников международного общения. И понимание этого все-таки приходит к нашим партнерам. Вы же видите, что во многих странах происходит. Там уже на политическом уровне все говорят о необходимости выстраивать нормальные отношения. Да, каждая страна имеет свои собственные интересы. Но они не должны решаться с помощью эгоистических методов политики, в том числе в сфере экономики. Понимание это приходит ко многим нашим партнерам. Надеюсь, что этот процесс будет набирать обороты. Владимир Владимирович, ну и все-таки, когда Вы полагаете, этот период деградации наших отношений с Западом закончится? Потому что за долгую историю России у нас было больше периодов, когда мы, конечно, конфликтовали с западными странами. И совсем короткие отрезки, когда эти отношения ходили на какой-то позитив. Вот Ваша оценка. Вы знаете, я не могу назвать конкретных сроков, но я могу сказать Вам условия, при которых это может произойти. Для нас очевидно, вот для нас, для России очевидно, что мы должны защищать свои интересы, делать это последовательно, не по-хамски, не грубо, но защищать свои интересы и в сфере экономики, и в сфере безопасности. Мы это делали и будем делать. Но мы всегда ищем компромиссы, стремимся к этим компромиссам. Это все закончится давлением тогда, когда наши партнеры убедятся, что применяемые ими методы неэффективны, контрпродуктивны, вредны для всех, и что придется считаться с интересами Российской Федерации. У нас смс-сообщение прямо в тему, будет ли Третья мировая война. Вы знаете, можно вспомнить Эйнштейна, по-моему, да, он сказал, что я не знаю, какими средствами будет вестись Третья мировая война, но Четвертая будет вести с помощью камней и палок. Вот понимание того, что Третья мировая война может оказаться концом цивилизации сегодняшней, вот это понимание, оно должно сдерживать нас от крайних и очень чрезвычайно опасных для современной цивилизации действий на международной арене. Кстати говоря, то, что после Второй мировой войны мы живем в условиях относительного, ну, относительного глобального мира, региональные войны постоянно вспыхивают, то там, то здесь, достаточно вспомнить войну во Вьетнаме, или конфликт на Корейском полуострове, или вот сейчас на Ближнем Востоке постоянно происходит то Ирак, то Ливия, то другие конфликты, но глобальных не было конфликтов, глобальных. Почему? Потому что в мире между ведущими военными державами был установлен стратегический паритет. И как бы не звучало, вот то, что я сейчас скажу, неприятно не звучало, но это правда, страх взаимного уничтожения сдерживал всегда участников международного общения, и ведущие военные державы от резких движений, и заставлял уважать друг друга. Вот выход Соединенных Штатов из договора по противоракетной обороне, это попытка сломать этот стратегический паритет. Но мы на него отвечаем, в своем послании я уже об этом говорил, современные системы наших вооружений, которые разработаны и будут, ставятся уже на вооружение, они этот паритет безусловно сохранят. Надо понимать это, думать об этом, и найти современные, отвечающие реалям сегодняшнего дня, формы нашего взаимодействия. Пора уже, пора уже сесть за стол переговоров, и не только подумать, но выработать современные, адекватные сегодняшнему дню схемы международной европейской безопасности. Пока они не придуманы, вопрос 3337 с нашего сайта. Алексей Ксензов спрашивает. Владимир Владимирович, вернее, не спрашивает, а настаивает. Примите какие-нибудь меры против Латвии. Почему запрещают учиться на русском языке? Введите какие-нибудь санкции. Спасибо. Я уже сказал, мы считаем, что введение каких бы то ни было санкций в одностороннем порядке не помогает решать проблемы, а только усугубляет их. Что касается положения наших соотечественников в странах Балтии, то мы постоянно об этом говорим, обращаем на это внимание власти прибалтийских государств, в том числе и в Латвии. Ну, это трудно себе представить, чтобы в современном цивилизованном обществе сотни тысяч людей были объявленными негражданами. Такой категории-то нет. Вообще в международном праве не предусмотрена такая категория. Есть граждане, есть люди с двойным гражданством, без гражданства. Ну, а просто такое понятие «неграждане» никогда не существовало. Оно выдумано, придумано в прибалтийских государствах. Придумано для того, чтобы ограничить законные права тех людей, которые проживают на этих территориях. Но средства, которыми мы должны защищать интересы наших соотечественников, должны быть такими, чтобы не усугублять их положение. Поэтому мы ведем диалог с нашими партнерами в Евросоюзе и надеясь, что им в конце концов будет стыдно за то, что они, обращая внимание на нарушение прав человека за периметрами Евросоюза, позволяют так грубо нарушать права людей, живущих на территории. Отвечая на предыдущий вопрос, вы как раз упомянули выход США из договора ОПРО, противоракетной обороны. А помните, ведь фактически впервые на весь мир, вы об этом сказали в 2007 году в Мюнхене, тогда же говорили о том, что США начинают распространять свою юрисдикцию на другие государства, и как это все может быть опасно. Многополярный и однополярный мир тема тогда была ваше выступление. Ну вот прошли годы, тогда вас никто особо не слушал. Теперь и Евросоюз, и Канада получают торговую войну от США. Недавно к вам приезжали канцлер Германии и президент Франции в разговорах. Вот понятно, что не публично, но хотя бы в разговорах. Говорят они что-нибудь о том, что пора бы уже выходить из санкций против России? Или они все еще ждут разрешения от Вашингтона? Ну, ведь дело не только в наших разговорах с глазу на глаз, хотя и такие, это значительная часть самого переговорного процесса и с лидерами Франции, Федеративной Республики Германии. Вот сейчас я был в Австрии с австрийскими нашими друзьями, и с представителями многих других европейских стран. Ну, я уже не говорю про Азию. Ну, они говорят не только это на ухо, они публично уже говорят. Вот один из министров французского правительства недавно публично же сказал о том, что нельзя допустить, чтобы США превратились в экономического жандарма в мире. Ну, сказал же публично об этом. Бывший министр финансов ФРГ несколько месяцев публично сказал о том, что Федеративная Республика после 1945 года никогда не была в полном смысле этого слова суверенным государством. Вот, конечно, видят, что все видят, что происходит, но, видимо, наши партнеры думали, что их никогда это не коснется. Вот такая контрпродуктивная политика, связанная с ограничениями и санкциями. Но сейчас мы видим, что это происходит. Ведь введение, скажем, запретительных пошлин на сталь, на алюминий, не только для Европы, но и для Канады, для Мексики, по сути, это и есть санкции. Это только по-другому сформулировано, а на самом деле это так и есть. А за что? Они разве аннексировали Крым, как говорят многие наши партнеры? Нет. Это связано с прагматичными национальными интересами Соединенных Штатов, так, как понимает эти интересы сегодняшнее руководство. Это возвращает нас к тому, о чем я уже говорил, а именно к тому, что нам нужно выработать единые, единообразно понимаемые и твердые правила поведения, как в сфере безопасности, так и в сфере экономического взаимодействия. Понимание этого процесса, конечно, есть. И когда в 2007 году я выступал со своими тезисами, так скажем, в Мюнхене, которые часто все эти годы цитируются, я тогда столкнулся с тем, что многие мои коллеги рассердились, говорили, что это было слишком жестко, что было неуместно. Ну, о чем ведь я говорил? Я говорил о том, что те же Соединенные Штаты распространяют юрисдикцию своих законов за пределы национальных границ, и это неприемлемо. Вот именно это и происходит сегодня, но уже в отношении наших европейских и других партнеров. А почему происходит? А потому что никто не хотел, как вы сказали, слушать, и никто ничего не сделал для того, чтобы эта тенденция прекратила развиваться. Вот, пожалуйста, получили. Да. Кушать подано, садитесь, как в известном фильме говорили, но не буду приспорить, звучит это достаточно грубовато, садитесь и есть, пожалуйста. Ну, не будем здесь иронизировать на этот счет. Важно другое. Важно то, что приходит осознание того, что нужно садиться за стол переговоров и вырабатывать все приемлемые для всех правила поведения, которые позволят мировой экономике эффективно развиваться. Владимир Владимирович, в антироссийской риторике, в вопросах антироссийских санкций, мне кажется, в соревнования с Вашингтоном вступил Лондон. И, в общем, в какой-то момент даже показалось, что вышел на уверенное первое место. Сначала нас пытались британцы лишить права принимать чемпионат мира по футболу. Не получилось. Затем на весь мир прогремело дело Скрипалей. И очень-очень громко. Я процитирую один из вопросов на эту тему. Он пришел от студентки Анастасии Федосовой. Что значит ситуация со Скрипалями для России? И будем ли мы отвечать на обвинения? Ну, я уже много раз говорил на это, не знаю, стоит ли добавлять. Если, как утверждают Британия, против этих людей было применено боевое отравляющее вещество, то эти люди погибли бы в течение нескольких минут или секунд на месте. Этого, слава богу, не произошло. Значит, мы имеем дело с чем-то другим, а не с боевым отравляющим веществом. Но нам бы очень хотелось, чтобы нам дали возможность, во-первых, доступа, как минимум, к нашим гражданам, к Юле в данном случае, и дали бы возможность полноценно принять участие в расследовании. До того, как это произойдет, нам трудно что-либо комментировать. Владимир Владимирович, ну вот продолжая тему антироссийских санкций, которые принимают британцы, давайте спросим про крупные неприятности российских предпринимателей, которые сейчас имеют немалые активы на Западе и сейчас переживают эти неприятности. Их начали, говоря там по-нашему, кошмарить. Ну вот проблемы возникли серьезные у Романа Абрамовича, например. Это какая-то такая новая серия вот этого сериала «Богатые тоже плачут». Что вы посоветуете, кстати, спрашивают некоторые наши зрители? Да. Значит, вот по поводу представителей крупного бизнеса российского, я уже говорил, причем несколько лет назад, на одной из публичных встреч с представителями нашего бизнеса. Ну, правда, прозвучало это достаточно грубо. Я сейчас не буду воспроизводить дословно, что было сказано, но, ну, не грубо, но грубовато, так сказать. Но я предупреждал о том, что такое развитие событий, с которым мы сталкиваемся сегодня, возможно. И, предупреждая об этом, рекомендовал в свое время нашему бизнесу держать, во-первых, свои капиталы на родине, в России, держать капиталы там, где они заработаны, использовать их для развития российской экономики, чтобы обеспечить безопасность их применения. Вот, смотрите, в 2008 году, когда мы столкнулись с известными событиями кризисного явления в мировой экономике, который пришел извне, в том числе к нам, многие наши крупные компании попали в сложную ситуацию, поскольку набрали большое количество кредитов в западных финансовых учреждениях и попали на так называемые маржин колы. То есть, их залоговая масса резко упала в стоимости, и они должны были в соответствии с кредитными соглашениями либо погасить их немедленно, эти кредиты, либо добавить какую-то новую залоговую массу. Иначе они могли потерять эти активы. Что мы сделали тогда? Мы докапитализировали Внешэкономбанк специальным законом, забрали себе их кредиты, хотя многие из них тогда готовы были за рубль отдать свои предприятия, я, будучи председателем правительства, сказал, нет, мы вам поможем на определенных условиях, заберем ваши кредиты, и вы будете иметь возможность их потом выкупить у нас. Так и произошло, когда ситуация стабилизировалась, они выкупили, и они остались собственными предприятиями. И правительство получило выгоду, потому что делало эти шаги на определенных условиях. В принципе, все прошло нормально. Но это мы делали, это российское государство делало, российское правительство в отношении тех активов, этих предприятий, которые мы считали важными с точки зрения обеспечения национальных интересов. Кто же будет им помогать за границей? Их только там преследуют и создают условия невозможные к работе. Это тоже большая ошибка тех, кто это делает на Западе. Ведь вот все эти ограничения, все эти преследования нашего бизнеса, они в конечном итоге к чему приведут? Ну, скажем, сложности в использовании расчета в долларах, они к чему приведут? Они подрывают доверие бизнеса, причем не только нашей страны, но все же смотрят на то, что происходит? Все смотрят. Подрывают доверие к экономической политике ведущих экономических стран мира. Вот доллар – это сегодня универсальная резервная валюта мировая. Евро пытается там как-то взять на себя часть этих функций, ну, отчасти это получается, но все-таки доллар – это сегодня единственная такая универсальная валюта. Но если правительство США ограничивает расчеты в долларах, это подрывает доверие к доллару. И можно добиться каких-то семиминутных результатов, и то это вряд ли, но тем не менее, ну, чего-то там они думают, что они достигнут какого-то положительного результата, причем не в экономической, а именно в политической сфере. Но в долгосрочную это подрывает доверие к такой политике. И все же думают, а как бы создать новые универсальные валюты, как бы перейти на расчеты в национальных валютах. То есть, по сути, они пилят сук, на котором сидят. Я уверен, что это контрпродуктивно и вредно. И для тех, кто это делает, ну, и, конечно, для всей мировой экономики. Но это, уверен, тоже пройдет. Давайте мы свяжемся с нашей коллегой Натальей Юрьевой, которая работает сейчас в Центре обработки сообщений. Кстати, извините, вот я выписал тоже здесь на досках слева и справа. Кто-то говорит, что нужно помочь, значит, и Роман Аркадьевичу Абрамовичу, и другим нашим бизнесменам, которые попадают в трудную ситуацию. А кто-то задает такой вопрос. Когда воры, и дальше идут фамилии, выведут, наконец, свои деньги в Россию. Ну, вот я бы сейчас не говорил о людях, которые совершают какие-то правонарушения. Мы сейчас говорим о людях, которые приобрели свои капиталы законным путем. Но и тем, и другим лучше быть в России. Тем более, что мы объявили уже, причем дважды, амнистию капиталов. Делаем это вместе с предпринимательским сообществом. Это несовершенная пока система. Там есть вещи, которые еще нужно настроить. Мы готовы к этому. Надеюсь, что и представители бизнеса на это отреагируют должным образом. Не сообщили.